Добрый день! Меня зовут Вячеслав Иванович. Курс, который мы с вами будем изучать в течение двух семестров, называется сокращенно IFME. Расшифровывается эта аббревиатура «История, философия и методология естествознания». Что изучает этот курс? Слово «Естествознание» вам знакомо, очевидно. Что собой представляет история естествознания? Это история того, как развивались представления о природе и естественной науке, как они формировались в течение столетий. «История и методология» более-менее понятно, что изучает эта дисциплина. А вот что такое философия естествознания? С философией те, кто учились на четвёртом курсе бакалавриата, уже познакомились. Философия естествознания представляет собой, можно так сказать, некий раздел философии науки, дисциплины, которая в середине XX века стала распространённой в высшем образовании. И философия науки, она изучает такие вопросы. Существуют ли какие-то закономерности в развитии научного знания? Какова методология научного познания? Каковы факторы, которые влияют на развитие научного знания? В области философии науки, а философия науки при этом опирается на историю науки, историю естествознания. Как вы знаете, все науки условно делятся на две большие части. Это естествознание, то, что мы с вами будем изучать, и гуманитарные науки. В чём разница между ними? Как её можно сформулировать? Слово гуманитарный происходит от слова homo, homo sapiens, так называется человек. И при первом приближении получается, что гуманитарные науки изучают человека, а естествознание изучает природу. Но когда речь идёт о человеке, ведь он является также предметом естествознания, физиология человека, биохимические процессы, которые происходят в человеческом организме, это разве изучают гуманитарные науки? Нет, они это не изучают. А что же они изучают в человеке? Вопрос можно поставить иначе. А что делает человека человеком именно? Наличие человеческого организма достаточно, чтобы констатировать, что перед нами именно человек. И вот, чтобы не углубляться пока предварительно в этот вопрос, можно вспомнить, и вы это проходили ещё, когда мы изучали античную философию, что уже в древности в человеке различались две части – тело и душа. Тело – это как раз человеческий организм, а душа – то, что этим темом управляет, то, что мыслит, то, что имеет какие-то эмоции, ставит перед собой какие-то цели и так далее. Так вот, если пока что просто различить естествознание гуманитарной науки, то примитивно к человеку естествознание изучает тело человека, а вот гуманитарные науки изучают душу человека. И вот я тут, ну, для тех, кто знаком с немецким языком, написал принятое в немецкой традиции, философской и культурной, различение двух типов наук. Это Naturwissenschaften и Geisteswissenschaften. Вот как раз здесь в названиях хорошо отражено отличие между естествознанием и гуманитарными науками. Naturwissenschaften – они изучают природу, Naturwissenschaften, и по-немецки, и по-латыни. А Geisteswissenschaften – они изучают Geist. Geist – это по-немецки дух. То есть вот то духовное, что есть в человеке, что проявляет себя в чем? В культуре. Потому что что отличает культуру в широком смысле от природы? Культура – это то, что возникло благодаря разумной, целесообразной деятельности человека. Какой-нибудь артефакт, когда он становится элементом культуры, даже тот же каменный топор. Когда он возник в результате обдуманных действий человека, который ставил перед собой какую-то цель. А в этих процессах, хотя они делаются с помощью природных процессов, участвует некоторым образом разум человека, шире его душа. И поэтому здесь уже эта гуманитарная составляющая уже присутствует. Потому что человек может что-то делать в природе с совершенно разными целями. С эстетическими, какими-то известно, что уже древние орудия, они имели какие-то фрагменты, которые, судя по всему, носили чисто эстетическую нагрузку. Они никакой утилитарной цели не преследовали. Какие-то орнаменты, украшения и так далее. Мы с вами будем изучать историю и философию естествознания. То есть вот эту часть, по крайней мере, в первом семестре, только в конце второго семестра мы отчасти вот эту проблематику затронем. Но это не значит, что она вообще будет исключена из нашего курса. А потому что, когда заходит речь о том, как развивается научное знание о природе, выясняется, что на развитие этого знания оказывают влияние некоторые внешние факторы. могут оказывать социальные, культурные. В том числе, например, и философские учения, о которых шла речь у нас с вами на четвертом курсе. И они объясняют некоторую специфику развития научного знания. Вот в 20 веке был такой очень интересный ученый, биохимик по специальности. Его фамилия Нидем, британский. Он был при этом страстный, так сказать, такой любитель изучения китайской культуры. И посвятил этому огромное количество времени, организовал целый институт. И впоследствии появилось даже такое выражение, вопрос или проблема Нидема. А в чем она заключалась? Нидем искренне недоумевал, почему Китай, который, по его выводам, где-то до 16-17 века в культурном, а культура для него включала и развитие техники, технологий, и социальную жизнь, опережал европейские страны. Там все, так сказать, с точки зрения социальной, ну, как вы знаете, да, там порох, и многое другое пришло именно из Китая. Но почему вот то, что произошло в Европе в 17 веке, да, вот появление нового естествознания, и дальше бурное развитие естествознания, почему этого не произошло в Китае? Вот его удивляло это положение вещей. Это о чем говорит, да, что, казалось бы, вот естествознание развивается, а вот возникает вопрос, а что же в культуре должно сформироваться, чтобы естествознание дало такие результаты, которые оно, например, дало в Европе, начиная с 17-го столетия. И мы эти вопросы как раз будем рассматривать. И вот когда речь идет об изучении естествознания, истории естествознания, философии естествознания, сформировались две позиции по вопросу о том, а от чего же зависит развитие наук о природе. И они получили название «интернализм» и «экстернализм». Слова для вас, я думаю, понятны, да, «интерн», что-то внутреннее, а здесь внешнее. О чем идет речь? Интерналисты считали, что знание о природе развивается исключительно за счет некоторых внутренних механизмов. Вот есть предмет, какие-то природные явления, какие-то объекты. И вот знание об этих природных явлениях, оно развивается по своим автономным законам, независящим от того, в какой культуре это знание существует, в какой государственный строй, какие интересы у людей. Но, правда, это не значит, что интерналисты вообще считали, что наука от всего отделена, знание природе. Они допускали только развитие идей, то есть интеллектуальные изменения. И в этом отношении, например, ярким представителем интернализма был Александр Кайре. Родился он в Таганроге, но так случилось, вот он переехал, ну и фамилия у него, как видите, французская, он такой как бы русско-французского происхождения. А потом он стал одним из самых известных во Франции историков науки, историков естествознания. Так вот, он считал, что имеет место влияние на естествознание, но со стороны, так скажем, интеллектуального мира, например, со стороны философии. Потому что, какие мы имеем представления в общем о реальности, от этого зависит и то, как мы будем изучать природу. Особенно подчеркивал свою позицию Кайре в связи с тем, что как раз в годы, когда он писал, это были примерно, начиная вот 20-е, 30-е годы, 50-е, 60-е, сформировалась другая позиция, которая получила название экстернализм. Ее представители полагали, что наука и науки о природе, в частности, они развиваются за счет внешних факторов. То есть, когда, например, формируется некий запрос в обществе, то для реализации этого запроса и развиваются науки о природе. То есть, потребность формирует и, соответственно, развитие научного знания. А потребности какие? Экономические, вот тот же Бернау, он считал, что фактически развитие естествознания диктуется экономикой. Экономика что-то требует для себя, вот естествознание обслуживает, как бы, эти запросы экономики. Но вот что на это отвечал КРФ? Он писал, что наука нового времени начинается фактически с Галилея. Но то, что дал Галилей, а известно, с чего начинал Галилей? с баллистики. Потому что это была как раз слабая часть физики Аристотеля. Мы будем с вами выяснять, почему. Так вот, КРФ замечает, когда Галилей разрабатывал баллистику, он у кого учился? У артиллеристов, у ремесленников нет, говорит. Галилей был математикой профессиональной и астроном. И КРФ замечает, что не ремесленники разрабатывали баллистику, не артиллеристы, а разрабатывал Галилей, который у них не учился, а они потом уже учились у него. И вот этот пример приводит для чего, чтобы подчеркнуть, что вообще-то потребности, например, в баллистике, были еще, начиная с античности, но мало ли в чем есть потребности у человека. Это не значит, что потребности достаточно, чтобы появилась целая теория и целый раздел научного знания, который эту потребность может удовлетворить. То есть самой одной потребности недостаточно. Ну вот здесь еще приведены два имени. Имра Лакатос тоже такой, мы с ним встретимся, с ним, с вами, когда будем разбирать философию науки уже 20 века, где-то в декабре, наверное, тоже был вот такой последовательный интерналист. Ну, а из известных экстроналистов можно назвать Освальда Шпенглера, который в начале 20 века опубликовал книгу, произведшую такую вот сенсацию в общественной жизни Европы и России в том числе. Она называлась «Закат Европы». У Шпенглера была такая своеобразная концепция, согласно которой цивилизация имеет возраст. Наступает время, когда она стареет, дряхлеет и умирает. И он считал, что Европа как раз подошла к такому периоду в своем существовании, европейской цивилизации. И Шпенглера в своей книге «Закат Европы» очень много уделяет внимания естествознанию. Но что он хочет показать? Что естествознание обусловлено культурой. То есть тип естествознания обусловлен культурой. На вопрос Нидома Шпенглера, если бы ему задали такой вопрос, он бы ответил, что почему в Европе, а не в Китае выросло такое. Потому что в Европе сформировалась так называемая фаустовская культура, по выражению Шпенглера. Вот она обусловлена вот такое естествознание, которое мы знаем, европейское. Далее мы с вами вот после этого введения о том, что изучает дисциплина, которую мы с вами будем проходить, обратимся уже непосредственно к истории естествознания. И для начала вам нужно постараться запомнить, потому что, к сожалению, физтехи часто путаются в этих элементарных вещах, а это не очень хорошо. Вот в периодизации, чтобы немножко ориентироваться, чтобы не говорить каких-то совсем высказываний никуда негодных. если говорить об истории естествознания, с чего его обычно начинают? Откуда мы знаем о существовании естествознания в Древнем мире? Нам нужны какие-то источники информации. И вот таким источником информации являются манускрипты, тексты, которые сохранились с того времени. И вот здесь это тоже нужно сразу учесть. Вложилась какая ситуация? Мы, это имеется в виду историки естествознания, достаточно неплохо знают вавилонскую египетскую культуру, хуже индийскую, китайскую. С чем это связано? С тем, что вавилоне был долговечный носитель информации. Записывали на глинских дощечках, когда их в огромном количестве обнаружили, то это дало очень много для понимания того, что собой представляла ионская цивилизация древняя. Египет, там носители были не такие долговечные, но там климат позволял этому всему сохраняться долгое время, поэтому есть так называемый московский знаменитый папирус, где древнейшие математические задачи сохранились. А что касается Индии и Китая, там ситуация с этим была похуже, я имею в виду с носителями информации, поэтому возможно мы просто мало знаем о том, что там происходило несколько тысяч лет назад в области изучения природы. Так вот, по датировке вот самые древние из таких дощечек, вернее папирусов, они датируются в Египте вторым тысячелетиям, как вы знаете, египетская культура одна из древнейших в мире, вторым тысячелетиям до нашей эры. Вот как раз вот эти сборники математических задач, скорее всего, для обучения. Вторая дата это самые древние тексты астрономические, потому что Вавилон как раз вавил со своими астрономическими исследованиями. Это вот древние цивилизации. Седьмого, ну я поставил шестой, хотя можно было в принципе поставить и седьмой век, просто шестого уже вполне определенно изучение природы можно зафиксировать в античный период. Так вот, античный, античная эпоха, ее хронологические рамки, ну примерно условно шестого, мы с вами проходили это на четвертом курсе, шестого века до нашей эры, по шестой век нашей эры, 1200 лет примерно насчитывает античная цивилизация. В рамках этой цивилизации важно знать о существовании так называемого периода эллинизма. Это с 330 года по 30 год. Проходили по философии, напомню, 330, когда была заложена Александрия Александром Македонским, огромный мегаполис, самый крупный в античности, миллионный город. И 30 год, когда Александрия была завоевана римлянами, и царство, династия Птолемеев закончила свое существование. Почему важен этот период эллинизма? А это расцвет. Расцвет античного естествознания. Как математики, так и астрономии. В античности практически все астрономы были математиками. И математики, в свою очередь, почти все тоже были астрономами. Эти две дисциплины очень дружили в античный период. Я написал по крайней мере самую важную личность, которая проявила себя в этот период Архимед. Хотя бы его там и в Клида, и других мы будем проходить, но Архимеда надо знать. Потому что его труды они фактически обеспечили вот это новое естествознание, знакомство с его трудами. Как тот же сказал Кайре, если бы не было Архимеда, то не было бы и Галилея. Потому что именно благодаря разработкам Архимеда, мы это увидим, получило импульс развития естествознания уже через тысячи слишком лет. Ну а в области астрономии самым важным астрономам античности был, несомненно, Птолемей. Тоже один из выдающихся математиков своего времени. Это второй век уже нашей эры. Дальше идет эпоха Средневековья. Ну как мы с вами уже это обсуждали на четвертом курсе, они пересекаются. Сиантичность заканчивается в шестом, Средневековье начинается, можно сказать, уже с новой эры, как культура формируется где-то в веке четвертом, и примерно два столетия они сосуществуют, то есть в одном городе могли жить люди, так скажем, разных культур, потому что собственно разница между античной и Средневековья определяется мировоззрением. Они отличаются именно по типу мировоззрения. Дальше 15 век и 16 это как такая яркая вспышка Ренессанс недолговечный на закате Ренессанса работали два ученых, которые положили начало науке нового времени, это Кеплер и Галилей, ну а дальше начинается с 17 столетия, это тоже надо запомнить, новое время. Ну если говорить о некоторых вехах естествознания, да, 17 век это формирование новой науки о природе, которой базовую роль будет играть принцип инерции, будем говорить почему. Естествознание становится математическим, но как бы такой проект предлагает математическое сознание. А дальше 18-19 век это реализация этого проекта. 18 век это когда механика переводится на язык матанализа благодаря Эйлеру, Лагранжу. 19 век где-то начиная с 30-х годов, когда другие разделы физики тоже переводятся на язык матанализа. Фурье, Лаплас, мы будем это проходить, Френель, оптика и так далее. И фактически 19 век это вот время, когда электродинамика вам же знакомая в лице того же Максвелла. Вот переводится физико-электричество тоже на язык матанализа. А 20 век это снова как 17-й. Ситуация кардинально меняется с появлением квантовой физики и теории относительности. Вот пока что нам этого достаточно, чтобы вот вехи истории естествознания вот так обозначить. Да, Средниковье это время, когда господство в Западной Европе физика Аристотеля. Теперь мы с вами начнем с греческой науки, греческое сознание. И вот 6 век, 7-й, 6-й век он известен таким явлением как иланийская наука. Но прежде чем о ней говорить, мы с вами несколько слов скажем о том, чем греческая наука отличалась от вавионской и египетской. Главное отличие состояло в том, что когда мы, например, знакомимся с текстами математического характера египетскими или вавионскими, что мы находим, что нашли, либо это задачи и примеры их решения. Делай так. Показывается алгоритм решения. Либо это расчеты, которые носят, как мы бы сказали, прикладной хозяйственный характер. Да, вот в Египте разлив Нила. Надо потом подсчитать участки какие-то, их площади вычислить, чтобы брать налоги пропорционально, чтобы никого не обидеть. Или надо что-то поделить, или надо быстро посчитать какие-то связанные с хозяйственной деятельностью, какие-то вычисления сделать. Вот это все есть, а чего нет? По крайней мере, не находят. И сейчас до сих пор очень много вокруг этого дискуссий. Нет то, чтобы мы назвали теорией, и нет доказательства. А почему тот алгоритм, который предлагается, почему он правильный? вот этого этих текстов мы не находим. Нет обобщений, нет обоснований. А так есть достижения, конечно, видно, там умели работать с дробями в Египте, решать геометрические задачи. Вабионская математика, она больше носит такой алгебраический характер. Они уже могли решать квадратное уравнение, и задачи на это у них есть, видно. Даже система линейных уравнений, извлекать квадратные корни. Что касается астрономии, Вабионская астрономия имеет ряд достижений несомненных. Мы и по сей день, да, вот это зодиакальное деление небосвода, календарь лунный и солнечный и их соотношение, отношение периодов обращения луны и планет, вот это они все уже вычисляли. Ну вот, чтобы было понятно, мы с вами как раз теперь перейдем к ионистской науке, будет понятно, чем же она отличалась, греческая наука, ранняя астрономия в том числе от Вавилонской. Когда мы знакомимся с, а вам, надеюсь, он знаком, представитель как раз этой ионистской науки, аноксимандр, помните тот, который использует термин апиэрон, бесконечный, это у него некое начало, которое на время отдает что-то вещам, а потом требует от них обратно, вещи на какое-то время появляются, а потом они распадаются, а вот это апиэр, оно вечно, оно никогда не стареет, оно всегда остается одним и тем же у аноксимандра. Это мы знаем из курса философии, о его взглядах, о реальности, некое первоначало. И, конечно, тут следует напомнить, потому что кистецознания это тоже имеет непосредственное отношение, что первое натурфилософские учения, как у того же аноксимандра, чего они искали до сократиков? Они искали начало, которое объясняет с одной стороны единство вселенной, они уже понимали, что во вселенной все как-то взаимосвязано, а с другой стороны объясняли, как это единство сочетается с множеством и разнообразием вещей. Как это все и много, и вместе с тем это все как бы одно, потому что есть некое первоначало, как они считали, от которого все зависит. Оно является основанием для того, чтобы все это был один мир, несмотря на все его разнообразие. Так вот, даже даже у нас и нет времени подробно обсуждать, что это некий у него подвешенный цилиндр, в центре мира находится Земля, вот кольца, по которым движутся звезды, Луна, Солнце. Эти детали нам сейчас не важны. Что важно? Уже у Анаксимандра и вот этой ионийской науки мы находим стремление проникнуть за то, что находится за явлениями. То есть они вот видят какие-то явления природы, они хотят понять, а что обеспечивает это, какой механизм обеспечивает это явление, что скрывается за этим явлением. И вот по какому пути идет Анаксимандр? Он создает некую геометрическую модель Вселенной, которая объясняет, почему вот Солнце там утром оказывается там, в обед оказывается вот в этом месте небосвода и так далее. Пусть эта модель наивная, но важно, что его установка совсем отличается от Вилонской, потому что в Абилонских астрономических текстах, при всех их достижениях в области вычислений расположений никогда не звучит вопрос, а почему, ну по крайней мере вот не видно его, да, а почему, например, Луна находится вот там. Да, есть таблицы, по которым можно рассчитать, и в результате там многолетних наблюдений это все было разработано, но вопрос, почему, там нигде не стоит. А вот греки его начинают ставить, тот же Анаксимандр. И даже такой вот аргумент, который назвали историки науки, принцип отсутствия достаточного основания, он первый геоцентрист, Анаксимандр, у него земля в центре, и с ней ничего не происходит. А почему? А потому что она находится на равном расстоянии от всех других тел, и как бы нет основания, чтобы ей двинуться в одну или в другую сторону. Вот уже некое обоснование есть у Анаксимандра своей позиции. И далее, конечно же, большую очень роль после ионийцев в развитии античной, древней науки о природе сыграли пифагорейцы. Можно, прежде чем о них говорить, вспомнить еще об одном представителе айнийской науки, учителе Анаксимандра Афалесе, в связи с чем мы заговорим сейчас о пифагорейцах, а они известны прежде всего как математики. Так вот, вы в школьной скамье помните теорему Афалеса. Что в ней такого удивительного? Да? Да в том, что это вообще теорема. Что здесь вещи очевидные для глаз доказываются. Правда, есть предположение, что все-таки как бы это уже поздние математики назвали так это теоремой Афалеса, а уж самого Афалеса такой формулировки нет, потому что здесь удивительно именно само доказательство очевидных для глаз вещей. Обратите внимание, а что предполагает вообще процедура доказательства математики? Значит, должна быть какая-то аксиоматика, должны быть правила вывода. То есть это уже не тот образ математики, который мы встречаем в Авионе Египте, где просто даны алгоритмы решения, как бы инженерная деятельность. А уже у пифагорейцев мы находим что? Мы находим и здесь уже математику, так скажем, теоретическую. Напомню, для пифагорейцев математика была тесно связана с их мировоззрением, с их философией. Они считали, что число это основа мироздания, все зависит от числа. Напомню вам, да, мы проходили это по философии. И поэтому пифагорейцы начинают изучать числа не для того, чтобы пользоваться этим в хозяйственной деятельности, а для понимания мира и своего места в мире. Они изучают уже числа с другой целью. И именно у них мы находим первые математические теории. Теория четных и нечетных чисел. И у пифагорейцев мы же находим первый, так сказать, научный кризис. В чем он заключался? А дело в том, что первоначально-то пифагорейцы, когда изучали, разрабатывали математику, они строили так называемую арифмогеометрию, как назвали. что это значит? Они считали, что все вещи, они каким образом зависят от чисел, каким образом, ну как бы состоят из чисел. А какие числа у них были, так сказать, какими чиселами они пользуются? Конечно, натуральные. Натуральные числа для них это было основа всего остального. И отсюда, кстати, наше выражение квадрат, откуда квадрат, да, вот квадратное число, потому что, потому что квадрат, квадратные числа в них задавались, фактически числа в них получались как сумма единиц. А квадратные числа это сумма некая арифметическая прогрессия, где суммируется с шагом два числа. Получается, да, вот один, вот три, вот пять, вот они, три, пять, и получается квадрат, отсюда квадратные числа, треугольные числа и так далее, нет времени об этом говорить. Важно что? Важно то, что пифагорейцы, разрабатывая вот такую математику, столкнулись с явлением, которое вызвало у них, можно сказать, такое смятение полное. Это открытие несоизмеримости. Почему для них это было смятением? Потому что они не понимали, как можно объяснить. Они исходили из того, что любая величина, любая величина может быть выразена каким-то количеством единиц или их отношением. а когда диагонали катят, они не имеют общей меры, им было это непонятно. И обратите внимание, здесь, кстати, к вопросу о интернализме и экстернализме. Об этом хорошо известны математики, историк математики голландский писал Вандер Варден. Он писал о том, что вот эта несоизмеримость, ее нельзя было обнаружить чисто в хозяйственной деятельности. Вот обратите внимание. Потому что если у нас мы не находим а геометрия, даже слово геометрия, измерение земли, вышло как бы из хозяйственных нужд эта дисциплина. Но если мы сравним две величины и не находим общие меры, мы всегда можем сказать, что извините, но чего вы хотите от наших измерений, они же приблизительны. Вот и все. То есть от того, что у нас нет общей меры вот здесь, это не значит, что и нет в принципе. Как можно при разговоре о ней измеренности опираться на какие-то измерения эмпирические при той уровне техники измерительной, которая тогда была? Да и сейчас это отдельная тема. Все равно любая измерительная техника имеет меру погрешности. Поэтому, как замечает Вандерварден, когда речь шлась о несоизмеримости, она была установлена не для тех отрезков, которые мы наблюдаем или измеряем эмпирически, а для мысленных отрезков. И ведь несоизмеримость, она была обнаружена тем, что получалось противоречие. А, кстати говоря, пифагорейцы были очень по строгости, очень строгими математиками. Они расписывали каждый шаг. Вот посмотрите, Евклид от открыт. Каждый шаг расписывался. Там никаких прыжков не должно быть. Если ты что-то утверждаешь, ты должен это обосновать на том, что уже было доказано или аксиоматически введено, все очень строго было. И как раз в результате этого они получили противоречие, когда у них вот эта дробь, если взять отрезок, вот диагональ треугольника, у которого единицы или какие-то числа, которые могут быть сведены к П и Ку. И они доказывали, что эти П и Ку с одной стороны эта дробь должна быть четная, а с другой нечетная, это противоречие. И это противоречие показывало, и иначе быть не может. И четная, и четная одновременно должна быть. Нет времени, просто кто желает, можно это все посмотреть и вывести, как тут получается, что П и К получится и одновременно и четная, и нечетная. Исходя из того, что вот это равно 2. Квадрат имеется в виду. Квадрат диагонали. И вот как они вышли из этой ситуации? Так, уже время закончилось, да, для лекции? Да вы что? О, прекрасно. Только у меня, правда, еще семинар. Ну, хорошо. Там ничего страшного, они в курсе, что. Как вышли пифагорейцы из этой ситуации? Вот это геометрическая алгебра. Что здесь важно? Важно то, что вот это несоизмеримость. А Башмакова, известный историк античной математики нашей отечественной, она сразу сравнивает открытие несоизмеримости другим событием в истории математики, эпохальным, да, это открытие неевклидовой геометрии в начале 19 века. По значимости примерно одно и то же. И по резонансности, так скажем, этих двух открытий. Они похожи. Так вот, какой выход нашли античной математики? Они нашли выход в том, чтобы геометрически выражать отношения, которые нельзя выразить с помощью целых чисел. Если до этого базой математики была арифметика, то после открытия несоизмеримости базой математики стала геометрия. Потому что она позволяла перерывать величинами, которые несоизмеримы, отношениями, между которыми нельзя выразить с помощью простых чисел, вернее, натуральных чисел или их отношений, то есть дробей. И вот этот переход он сопровождался размышлением о самых основаниях математики и ставил под вопрос первоначальное представление пифагорейцева о соотношении вещей и чисел. То есть это по-другому заставило взглянуть на мир. И вот понятно, если бы естествознание было и математика была только прикладной, этого бы не появилось. Потому что тот человек, который просто использует математику для других внешних по отношению к ней целей, открывал бы он такие вещи. Нет бы он прошел мимо этого. А значение несоизмеримое, вот открытие этого для последующей развития математики мы еще будем говорить какое, да, потому что потом, когда эмотоанализ появится и так далее. Это же весь аппарат для естествознания. Что с собой представить истознание без математики? Уже сейчас, да, как бы, как Кант сказал, в естествознании ровно столько науки, сколько в ней математики. И пифагорейцы, они также внесли вклад и в развитие астрономии. Да, ну вот, я не... прежде чем перейти к этому, геометрическая алгебра. Вот как стали после этого выстраивать математику пифагорейцы? То есть, они стали оперировать прежде всего величинами. И операция сложения каких-то чисел — это операция сложения величин. Операция умножения — это построение площадей. Какую-то площадь мы строим. И обратите внимание, к чему это приводило. В греческой математике невозможно было вот такое выражение. Оно было запрещено. Почему? Потому что разные разрядности. Размерность разная. Здесь речь идет о площади, а здесь идет речь о величине. Поэтому и какие-нибудь формулы, типа, например, простой вам пример, школьный какой-нибудь курс, где учат, без мат-анализа, скорость — это отношение расстояния ко времени. Делить расстояние на время у древних греков вызвало бы какое-то просто полное удивление. Потому что как можно делить расстояние на время? Они бы сказали, что это полный абсурд. Потому что время состоит из момента времени, а расстояние состоит из каких-то пространственных отрезков. Как можно пространство делить на время? Они бы посчитали, что это полное, как бы, совершенно неверно, это невозможно. И вот здесь тоже, да, вот такие вещи уже были, это считалось ненормальным. То есть площади можно было только связывать с другими площадями. И отсюда некоторые для нас простейшие операции у них выглядели вот так. Но зато это было наглядно. И здесь как бы все доказывалось. Например, что значит найти разделить? Да, какую-то величину. Например, площадь разделить на какую-то величину d. Для них это называлось как операция приложения площади. То есть для них задача сводилась к тому, чтобы найти величину прямоугольника, который имеет площадь, равную той площади, которую мы делим. И как вот, ну, как пример один можно привести, да, вот они добавляли нужную величину, например, к одной стороне прямоугольника, площадь которого мы имеем. затем проводили вот так, делали разное построение и потом доказывалось, как вы видите, это наглядно даже видно отсюда, да, что площадь вот этих двух, площадь этих двух фигур, они одинаковы. Отсюда делалось вывод, да, что вот вот так выглядит для них операция деления. И понятно, это накладывало ограничения, потому что дальше третьей степени все, двигаться было нельзя, потому что с телами, они с объемами не работали, выше уже все. Но зато они решили проблему несоизмеримости, потому что как бы дальше они, пока она была не решена, они двигаться не могли. И у них основой математики стала геометрия, и это наложило свой отпечаток на ее последующее развитие. Что касается астрономии, сферичность мира, сферичность космоса, пифагорейцы, помните, мы говорили, вели понятие космос, красивый, упорядоченный. И уже первые такие представления у Филалая, что, например, Земля у него находится уже не в центре, а в центре находится некая гестия, вот некий центральный огонь, у которого все вращается. Ну и шарообразность Земли, это тоже уже представление пифагорейцев. В этот же период можно вспомнить еще одну интересную страницу греческой философии и науки, это опори Зинона. Когда мы с вами проходили, напомню, Элейскую школу, мы говорили о Парминдии как о первом рационалисте, то есть человеке, который призывает не доверять органам чувств, а доверять только мысли. Уши и глаза, он говорит, это плохие свидетели, а принимать нужно только то, что обосновано разумом. и именно Парминд вводит понятие, напомню, бытия, противопоставляя его видимости, кажемости. Есть то, что есть на самом деле, это мы открываем умом, а есть то, что нам кажется, и это является просто доверием нашим органам чувств. Вот мы что-то видим таким и думаем, оно такое есть и на самом деле, независимо от наших ощущений. И помните, мы говорили, это было очень важно для развития научного знания. Почему? Потому что вот Парминд это уже четко сформулировал то, из чего неявно исходили его предшественники, а именно есть картина мира, которую мы воспринимаем чувствами, а есть то, как мир существует на самом деле, независимо от наших восприятий. И задача науки открыть мир таким, каким он существует, независимо от того, как мы его воспринимаем, потому что ощущения, они обманчивы, нам весло кажется сломанным в воде, на самом деле это иллюзия. И напомню, до чего дошел Парминд в таких рассуждениях. Он сказал, что движение тоже иллюзия. То есть, когда мы видим объект, что он движется, вопрос реально-то имеет место движение или нет? Или там только кажется, что движение, что что-то движется? Уже апелляция к ощущениям недостаточно. И вот Зенон, чтобы поддержать своего учителя, Зенон Элейский, да, он вводит так называемые опории, которые показывают, что движение, должны показать, что движение это иллюзия. Напомню некоторые из них, да. Вот чтобы из пункта А добраться до пункта Б, мы должны пройти половину, 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 так можно делить до бесконечности. Зенон спрашивает, как можно, то есть иными словами, как можно пройти бесконечность? Бесконечное количество точек за конечное время пройти нельзя. Получается, что я выйду и я никогда сюда не дойду, потому что мне надо постоянно будет это все бесконечность проходить, бесконечность нельзя пройти. то, что я вижу глазами, что я куда-то прихожу, для Зенона не аргумент, да, для него аргумент, если мы покажем с помощью разума, как можно мыслить движение. Другая опорья стрела. Здесь я уберу, чтобы было понятно, что речь идет о Зеноне. Второй вариант. Здесь все делимо до бесконечности. Второй вариант, допустим, есть какие-то неделимые части пространства и времени. То есть все квантуется. а какие-то неделимые части. И на этот счет у Зенона есть своя опорья. Он спрашивает стрела, которая летит, как мы говорим, вот в определенный момент времени фиксированный, который дальше уже разделить нельзя. Она занимает место равное своей величине или больше? Ну, понятно, равное своей величине. Но тогда Зенон спрашивает, вот в этом месте, которое она занимает, она движется или покоится? если сказать, что она движется, получается, что она уже здесь и есть, ее как бы здесь уже нет. А где же она тогда есть в этот момент? Если она есть вот в этом месте, то как определить, что она здесь движется? Она в этом месте покоится. она же занимает вот место, равно ей величине, не больше, не меньше. Получается, что движение это иллюзия. Да, как бы мы сейчас сказали, просто как вспыхивают огоньки здесь, 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 а нам кажется, что объект движется. На самом деле, ничего там не движется. Там просто последовательно появляется здесь, потом здесь что-то, потом здесь что-то. А сам объект никуда не передвинулся. Это иллюзия. Зенон ставит вопрос. Казалось бы, да, вот парадоксы. В чем здесь еще парадокс, он тоже, когда стадий. Три отрезка, ну у него колесницы. Одна стоит на месте, одна движется в одну сторону, другая движется в другую сторону с равной скоростью. И Зенон спрашивает, эта колесница относительно этой пройдет, например, две части, а относительно этой пройдет одну часть. Ну, нет времени сейчас, можете сами разобраться, почему это так происходит. Относительно противоположно движущейся она пройдет меньше намного. И получается противоречие одновременно и одну часть проходит, и две проходят. Вот эти все парадоксы Зенон выдвигает для чего? чтобы показать, что то, что нам кажется понятным и привычным, когда мы пытаемся это осмыслить, особенно, когда речь идет о бесконечности, мы сталкиваемся здесь с серьезными проблемами, с пониманием того, как мы вообще мыслим этот мир. Ну, на этом мы сегодня с вами закончим. С вами был Игорь Негода.